Власти и бизнесу надо вместе работать над укреплением экономики. Для этого можно освободить предпринимателей от излишней отчётности, сократить количество проверок и упростить участие в тендерах на государственные закупки. В ТПП обратили внимание президента на то, что ради получения госзаказа предприниматели должны платить обеспечительный взнос, который иногда оказывается сопоставим с суммой самого контракта. И это сводит на нет саму идею поддержки бизнеса через государственные закупки. Глава государства с этим согласился. Обеспечение должно рассчитываться не по... Я разделяю вашу точку зрения. Оно должно рассчитываться не по максимальной заявочной цене, а по реальной, которая получается в результате соответствующего тендера. Первое. Второе. Возврат средств должен быть увеличен. И третье. Безусловно, компании, которые работают успешно, без всяких нареканий, работают в течение трёх лет, вообще вполне могут быть избавлены от этих обеспечительных мер. Я прошу правительство здесь, первый вице-премьер находится, иметь не только это в виду, а соответствующим образом отрегулировать это в действующем законодательстве. Министерство экономического развития готово помогать предпринимателям финансово и нефинансово. Существует специальная корпорация поддержки малого бизнеса. Она работает с грантами и микрофинансированием, предоставляет гарантии и кредитную поддержку. Нефинансовая поддержка – это как раз то, о чём говорил президент. Взаимодействие с властью и сокращение ненужного бумажного потока. Есть и серьёзная административная поддержка, которая будет сводиться к упорядочению системы контроля и надзора, к уменьшению количества проверок, к тому, чтобы уменьшать количество отчётностей, делать всё более простой, к тому, чтобы изменения нормативной базы осуществлялись нечасто, а в определённые промежётки времени. В Кремле считают, что торгово-промышленная палата как раз формирует спрос на продукцию малого и среднего предпринимательства со стороны естественных монополий и компаний с государственным участием. Владимир Путин оценил роль ТПП как инструмента неформальной дипломатии и попросил больше сотрудничать с зарубежными компаниями, помогать иностранному бизнесу, открывать для себя Россию, создавать предприятия и вкладывать капиталы, а также продвигать отечественные товары на международные рынки. Важный момент – взаимодействие с крупным отечественным бизнесом, которое по разным причинам пока не складывается. Они хотят получать готовый продукт, как они говорят, чтобы он летал, стрелял, ехал и так далее. А весь мир идёт по другому пути. Весь мир идёт по тому пути, что тысячи мелких компаний создают детали, запчасти и всё остальное, а уже крупные компании, как инженеринговые центры, собирают тот продукт, который полетит, поедет, поплывёт и всё остальное сделает. То есть вот эта перестановка акцентов, мы не партнёры пока ещё, а должны быть партнёрами. На одной из дискуссионных площадок съезда говорили о привлечении инвестиций. Сейчас возможности сильно ограничены, но есть внутренние инструменты. Например, фонд развития промышленности. По оценке торгово-промышленной палаты, в прошлом году он стал одним из самых эффективных инвестиционных инструментов. И стоит задуматься о его расширении. Президент даже озвучил, что на каждый рубль государства 6 рублей, которые привлекаются из частных инвесторов, банков и так далее. То есть инструмент работающий. Но 20 миллиардов для российской экономики – это ничто, это капля в море. А может, даже и не капля. Поэтому, естественно, что мы говорим о том, что нужно или увеличивать, так сказать, возможности этого фонда, дать возможность выпускать бумаг, которые можно было бы привлечь средства, или наращивать этот фонд возможностями финансовыми, то есть в него просто вливать для того, чтобы эти проекты, так сказать, состоялись. Созданный два года назад под патронажем Минпромторга фонд выдает льготные кредиты на модернизацию или создание новых производств. Но денег на всех желающих не хватает. К вопросу докапитализации фонда правительство относится осторожно. По словам президента Владимира Путина, облигации фонда мог бы купить Центробанк, но для этого он должен напечатать деньги и пустить их в оборот. Фонд эти деньги распределит, то есть выпустит в экономику, и в результате начнется разгон инфляции. Тогда все усилия по поддержке малого и среднего бизнеса обнулятся.